сегодня ребята мы поговорим с вами про отличие гамма гаммы от лада что такое гамма что такое лад смотрите представьте что у вас есть на клавиатуре всего лишь одна октава вот мы знаем что есть две черные клавиши если от них взять левее всегда то мы получаем ноту до и вот соседние две клавиши таких групп у нас много на фортепиано но рядом с этими двумя клавишами тоже есть нота до левее и вот у нас есть расстояние от ноты до до ноты до она называется октава вот представьте что у вас на фортепиано кроме этой октавы больше ничего нет вот я зажму что все эти клавиши то есть вот только вот эти вот ноты больше ничего остальное мы закрываем как бы теперь смотрите если я играю во первых давайте сначала посмотрим сколько у нас есть нот на вот здесь вот пределах вот этой вот октавы я сейчас нажал только белые клавиши нож у нас еще есть и черные клавиши 5 штук соответственно нот белых 7 черных 5 значит всего 5 плюс 7 12 12 но так в пределах октавы ну 13 это как бы вот это вот которая у нас повторяется так вот если из этих 12 нот мы сыграем каких-либо 7 ну разных естественно то мы получаем какой-то лад то есть зависимости от того какие мы нотки берем этот лад может быть различным что значит различным он может быть разным по настроению то есть он может звучать грустно может звучать весело может звучать мрачно может звучать торжественно и так далее то есть именно от того какие нотки мы берем в пределах вот этой вот заданной нами октавы. Самый стандартный лад, его называют мажорный лад, если мы от ноты до просто последовательно, ну не последовательно, а вот все подряд вот эти вот нотки белые будем использовать. Вот если я играю только по белым клавишам, от ноты до, периодически ноту до беру, то это означает, что мы играем в мажорном ладу. Его еще называют ионийский, но об этом позже. Будет отдельное видео про все виды ладов, их довольно-таки много. Основных не очень много, а вот вообще всех комбинаций, конечно же, много. Не факт, что они хорошо звучат, но тем не менее. Вот те семь, которые я буду вам рассказывать, они звучат все хорошо. То есть мы поняли, что система вот этих вот всех звуков, то есть совокупность вот этих вот звуков по белым клавишам, которые мы сыграем, они образуют какой-либо лад, в данном случае мажорный лад. И поскольку он построен от ноты до, то есть нота до, она самая первая, то это до мажор, до мажорный лад. Так вот, если мы все звуки этого лада сыграем последовательно, давайте. И в обратную сторону можно. То такое движение называется гамма. Когда мы играем вверх, это восходящая гамма, она восходит вверх. А когда мы играем вниз, это нисходящая гамма, она идет вниз. Соответственно, гамма, это все звуки лада, сыгранные подряд. То есть, если у нас в ладу не белые клавиши были, а, допустим, было вот так, потом черная, ну вот как-то так, да, то, сыграв последовательно эти звуки лада, мы получаем уже другую гамму. Она тоже восходящая в данной ситуации была. То есть, мы вверх шли по звуковой частоте. Но это была восходящая гамма. И то же самое. Нисходящая гамма. То есть, вы поняли, чем отличается гамма от лада. Гамма, это всегда движение либо вверх, либо вниз, по всем без исключения звукам лада. То есть, если я играю вверх, вот в этом ладу, ну, а я, допустим, пропускаю. Ну, вот ноту ми я пропущу, не буду ее играть. Это уже не гамма. То есть, это восходящее движение в пределах нот данного лада заданного, но это не гамма, потому что мы не сыграли все-все ноты. Иногда говорят, что вот мы будем играть сейчас в мажорной гамме. Но это не означает, что мы будем просто брать последовательно ноты. Это никому не интересно, последовательно ноты. Хотя... Когда-то Петр Ильич Чайковский сыграл последовательно, и это стало гениальным. Но, тем не менее, значит, если мы говорим, что мы играем в мажорной гамме, это означает, что мы используем ноты мажорного лада. Но не факт, что мы будем их брать последовательно. Мы можем брать... Стандартная детская песенка-распевка. Знаете, наверное, может, не знаете. Поняли отличие, да? В следующем видео я вам расскажу про основополагающие понятия, из чего строятся лады. Чтобы я говорил с вами на одном языке, вы должны это понятие уяснить себе. Но об этом в следующем видео. Пока.